Рокси, иди ко мне. Рокси, иди сюда. Хотела на камеру сесть? Дорогие друзья, я вас приветствую. Ну что, сразу к делу, девочка. Это видео из рубрики «Благодарности». Мы пропустили целый, насколько я помню, март, нет, или да, март, апрель, май, июнь. Вот сколько месяцев. То есть, с начала этого года я взял хорошую, добрую традицию благодарить вас за все, что вы делаете, за материальную помощь с каналом, за добрые советы, за наставления, за то, как делать нужно, как не нужно, как нужно переделать. В общем, каждый месяц, начиная с января, я выпускал эти видео. Но потом, на несколько месяцев, эта рубрика немножко утихла. Не от того, что вы перестали помогать, а от того, что запарились немножко в делах. И вот сейчас, в июне, вновь выпускаем эту рубрику. И, дорогие друзья, я вас от всей души благодарю за материальную помощь, за советы мне, моей семье, о животных, о кормлении, о содержании. Просто за то, что вы рядом. Хочу сказать интересную вещь. Прошлые видео под этой рубрикой были такие, что я благодарил лично по имени и отчеству. Но мне люди писали, друзья канала, конечно. Не все, но писали, что можно без имен. Все-таки как-то это... Ну, мы хотим остаться инкогнито. И я, в общем, запутался. Кому-то нравится, когда я произношу имя, отчество, кому-то нет. Давайте этот выпуск я сделаю безымянным. То есть, те, кто нам помогают, они знают, о ком я говорю. Да, Рокси. Рокси. Гулечка Рокси. Отдельное спасибо. Вот как только чайки появились, многие друзья канала откликнулись. Очень-очень приятно. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Мы сегодня утром сходили в магазин, скупили продуктов. В первую очередь, как раз для трех мушкетеров. Закупились, сходили в магазин. Итак, смотрите, рассказываю. Нижний ряд. Рыбка. Салака. Путасу. Это все для чайок. Вообще, здесь фактически все для чайок. Значит, рыбка мороженая. Кстати, одного пакета хватает на один день. Не больше, не меньше. Коктейль из морепродуктов. Там губки, мидии, осьминожки, что-то такое. Креветки. Креветки по большей части любят чайка-чуи. Ну и малышне, конечно, чтобы быстрее там лакомились. Верхний ряд, чуть повыше, это мраморные тараканы мороженые для стрижей. Небольшие контейнеры. Ну и самое достояние и самая роскошь, конечно, это банановый сверчок. Огромнейший. Коктейль, говорю. Лоток. Просто гигантский. Вот сколько здесь добра этого. Стрижам этого хватит примерно на месяц. Июнь, начало июля. Ну а чайки съедят всю эту рыбку, ой, эту рыбку и креветку очень быстро. Спасибо вам огромное за поддержку, дорогие друзья. Очень-очень приятно. Спасибо, что помогаете всегда. Сейчас уже будем кормить малышню. Сделаем коктейльчик, пусть кушают. Спасибо вам огромное. Вот этот холодильник целиком и полностью для животных. Ничего своего мы туда не кладем. То есть вот так вот подзабили. Ну все это добро очень быстро закончится, потому что они любят есть. И кто-то говорил, а вы там чайок не перекармливаете? Дорогие друзья, мы их специально, целенаправленно перекармливаем и кладем с избытком. Зачем? Чтоб они быстрее развивались, росли, полнели и как можно скорее отправились на боль. Так что все нормально, они троглодиты, они любят покушать. Знаете, хорошо бы дать много, чем не додать. Поэтому пусть едят на здоровье. Ребята, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Рыбный коктейль готов. Из морепродуктов. Сейчас предложим мушкетерам. Ну что, готовы к угощению, дорогие? Ох, Ричарду, как понравились креветки. А остальное-то кто будет кушать? Там и осьминожки, и какие-то морские водоросли, и кусочки рыбки. Они откушают, все нормально. Им бейте, друзья, им в жару есть не хочется. Сейчас очень жарко. Мне нужно было такое разнообразие предлагать либо вечером, либо утром. Кушайте, кушайте. Благодарите друзей, друзей нашего канала, которые чистого сердца вас поддерживают, трех мушкетеров. Чтобы вы вот так вот прекрасно кушали. Дорогие друзья, не переживайте. Конечно, мы кормим их... Вот не люблю это слово, но скажу. Кормим их, так сказать, на убой. Чтобы они как можно скорее выросли. Вот, посмотрите. Они у нас несколько дней, но размером почти с Ричарда. Конечно, мы их кормим от души, чтобы они выросли как можно скорее и отправились в свободный полет. Еды для них жалеть нельзя, они должны кушать. Вот смотрите, эту тарелочку, это при том, что сейчас жара, вот они ее ушлепают, ухлопают, и через час можно снова давать такую тарелочку. Покушать они любят, как и все птенцы. Взрослые чайки в этом плане, конечно, скромнее. Да, Ричард, не стесняйся, все нормально. Кушай. Жарко сейчас, конечно, жарко. Они, видите, не нападают так на еду, в такую жару. Вот рано утром или вечером, когда уже солнышко ушло, они эту тарелку просто вмиг расхватывают, и все, она пустая. Ричард, да ты не бойся меня, ну, ты же со мной давным-давно знаком. А этих чаят третий день, видишь. У них, конечно, вкусовые рецепторы тоже развитые, вот как они любят креветку, очень любят. У нас Чуи, ну, фактически одной креветкой и питается. Вот, ну, никак ее нормально не уговорить на рыбку, на насекомых, на... Извиняюсь, сверчков она кушает. А вот рыбку, ну, как-то без особого энтузиазма. У всех животных, конечно, свои вкусовые предпочтения, неважно, один это вид или разные виды животных. Одна чайка любит рыбу, а другая креветка. Это как ворона. Одна ворона любит говяжье мясо, а другая потроха там мышиные. Вот тоже. Как и у людей, как и у нас с нами. Кто-то любит мясо, а кто-то любит фасоли с банки. Еду для собак, вороны я не стал показывать, потому что это мясо, это плоть, это кости, шерсть, перья. И вам просто не будет приятно на это смотреть, как они это раздирают, кушают. Да и в пакетах это выглядит очень, ну, как, непрезентабельно. Поэтому, конечно, вы понимаете, что они у нас тоже голодными не сидят. Роксенька. У нас даже Рокси уже перешла к другим гулькам, а нет времени про нее сделать сюжет. Так, дорогие друзья, теперь птицы. Именно зерноядные голуби наши. Ну, вот так эта картина выглядит. Давайте с самого верха. Минеральная смесь. То есть добавка к основной пище наших птиц. Измельченная ракушка, уголь и другие минеральные вещества. Не удивляйтесь, больше всего здесь именно корма для мелких попугаев. И 99% этого рациона составляет именно вот этого. Просо. Наши гульки очень любят просо. Да, это обожаемая еда волнистых попугайчиков, но вот наши гульки, ну, просто обожают просо. Семечки. Очищенные, но, конечно же, сырые. Как прикормка идет, не в больших количествах. Чечевица. Красная и зеленая. Тоже. Гульки обожают. Так, чуть ниже. Заранее куплен бровектор. Это средство от клещей для собак. Раз в три месяца таблеточку нужно давать. Также минеральная смесь, два разных вида. Так все выставил, прямо неумышленную рекламу сделал. Вот такая вот. Я покажу, как они отличаются. И вот такая вот. Вот видите, прямо видно измельченные камешки, ракушки. Запомнили? И теперь вот это. Отличается, правда? Обязательно при каждом кормлении добавляем в пищу. Обязательно. Так вот, должно быть по фэн-шую. Все красиво. Самое интересное, что перловку любят наша девочка Гуля Рокси. И никакую другую крупу она не любит, как именно перловочку. Наши домашние ее особо не едят, уже в последнюю очередь. То есть мы отдельный мешок покупаем для уличных голубей и кормим. Вот Рокси любит. Видать, она в душе осталась уличной гулькой. Согласитесь, очень неудобно давать все по отдельности. Поэтому я сделал проще. Просто намешиваю всех этих круп. И получается вот такое вот ассорти. Абсолютно одинаковое. Оно уходит очень быстро, потому что гуляк много. Очень быстро. Вот такая вот красота. Очень нравится, когда все красивенько стоит. Спасибо вам, дорогие друзья, за поддержку. Спасибо вам большое. Я не устаю это повторять. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы делаете. За то, что помогаете с каналом. За то, что помогаете с животными. И кому-то из вас периодически мы можем пристроить животных, которые к нам попадают. Инвалиды. Мы же не всех можем оставить. Конечно, мы потихонечку, потихонечку идем к нашей глобальной цели. Потому что многие уже пишут, что ну хватит уже снимать из этой квартиры. Она уже вся лопнула, протухла от еды, от животных. И им вообще мало места и некомфортно. Конечно, мы понимаем это как никто другой. И не зря вы видите ролики, какой контраст. Когда Петенька гуляет по участку такой весь. Ко-ко-ко, хорошо, да. И вот они, да, в четырех стенах. Ну, вы сами понимаете, это не жизнь. Поэтому я очень надеюсь, что в скором... Ну, не будем загадывать, да. Но обязательно выйдет первое видео из нового плейлиста нашего канала. Которое будет называться, например, «Домик в деревне». Или там «Простоквашино». Да, когда все они будут жить так, как и должны. В вольерах, на свежем воздухе. В общем, все будет. Надо просто трудиться. И все будет нормально. Дорогие друзья, еще раз спасибо вам большое. Спасибо за все. Я не знаю, слова это по сути ничто. Ну, просто не за себя сейчас. А в первую очередь за животных. Вот. Они не говорят, но передают вам благодарность. Рокси. Спасибо друзьям канала, которые участвуют в программе спонсорства. Именно эти люди первыми видят ролики, которые выходят на канале. Потом уже вся остальная аудитория. Спасибо друзьям канала, которые участвуют в обсуждениях на прямых эфирах и тоже помогают. Спасибо вам большое. И, конечно, попадаются разные люди. Кто-то язвит, кто-то сальные шуточки пускает. И, конечно, вот эти все пожертвования, да, это просто добровольная копеечка. Я всегда говорю, что если средств и так мало, то есть ни в коем случае не нужно ими раскидываться и нам что-то отсылать. Да, Рокси? Рокси? Таксюша? Такая гуля Роксана. Такая хорошенькая. Опа. И также у многих из вас, я знаю, многие подкармливают огромную стаю голубей. Просто гигантскую. Вот Татьяна сейчас улыбнулась, знает, что я о ней говорю. И тем не менее все равно говорит. Влад, я вот принципиально хочу вам тоже что-нибудь скинуть. Вот молодежь донатит, и я тоже хочу. Потому что я такая же молодая. Да, Татьяна правда. Это Татьяна, это человек, у которой просто миллион энергии внутри. Вообще всем фору даст. Вот. И я про что говорю, что если у вас такая огромная стая, как у Татьяны, я Татьяне уже говорил, что голуби, если у вас много собак, кошек, вы тоже помогаете. Не надо разбрасываться этими донатами. Помогайте им. Для меня самая лучшая благодарность, если вы купили еды, подкормили животных, кошки, собаки, птицы, кто угодно. И просто прислали мне видео. Смотрите, мы тоже помогаем животным, как и вы. Вот это самое, что ни на есть идеальная благодарность для меня и нашего канала. Ну что, дорогие друзья. Что-то я хотел сказать просто на эмоциях. Спасибо еще раз большое. Спасибо, спасибо от всего сердца, дорогие друзья. Спасибо большое. Ну а от животных, конечно, особенно тех, которые недавно к нам прибились, такие как три мушкетера, чайки, да. Мы ждем одного, чтобы они нормально выросли за этот месяц. Все было хорошо, никаких травм они чтобы не получили. И мы их со спокойной душой, счастьем и слезами в глазах выпустили на озеро. Не люблю ничего загадывать, но я думаю, в скором времени мы обязательно сделаем этот сюжет, как они покидают наш дом. Спасибо, ребят. Спасибо. Ну что, пойдем, толстая гулька. Тебя вон как любят, раскормили друзья канала. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»!